Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 20 февраля, впрочем, может быть и 19, точно не знаю. Сейчас читаю комментарии на моем канале YouTube от зрителей, читаю с большой тревогой, потому что уже приходят некоторые сообщения, падает рассада, что делать, были такие дружные всходы, мы так радовались, но рассада вся упала. Я сейчас поговорю с вами на эту тему, потом добавлю несколько слов про свою рассаду томатов, пока отодвину. Я в прошлом году вам показывала уже вот этот журнал, уникальный журнал, где собраны, вот тут есть специальный выпуск про томаты. И я говорила, что как только наступит сезон рассады, я некоторые вот эти вот секреты с этого журнала, вот тут видите написано, уникальные секреты огородников, вы первые, кто их узнает. По выращиванию рассады, по грунту, по всему, хоть этот журнал прошлого года, но он актуальности своей не теряет. Я сейчас открою статью, которая соответствует той теме, на которую я хочу с вами поговорить, и прям полностью ее прочитаю. Это очень вот хороший такой выпуск, мне так понравилось, томаты без ошибок. Именно то, что нужно нам тогда, когда мы от начала до конца сезона тут собрано все. Я уже вам его показывала, кто смотрит все мои видео, помнят, наверное, я вот показывала, тут есть моя статья про грунт, какой выбрать состав, но это было давно. А сейчас мы будем именно про рассаду. Это тоже моя статья, и все эти слова, как, ну ничего не нужно добавлять, и ничего не нужно убирать. Я прям полностью прочитаю, чтобы это было быстро, без всяких моих заиканий и оговорок. Видите, автор я, так что я могу без зазрения совести все прочитать, а потом добавлю от себя вот по этому лотку. Называется, вот они добавили с чего? Начинается урожай. Это такая рубрика. И начинается, что многие начинающие огородники считают главным достижением посевной компании получение дружных стопроцентных всходов. Но это неправильно, ведь главная наша задача сохранить эти нежные, ранимые, восприимчивые к заболеваниям всходы в течение первого месяца. Потом они окрепнут и будут более стойкими. Я сейчас буду добавлять, комментировать свои же слова. Вот поэтому, когда люди радуются, видя, о, как хорошо все дружно взошло, и они думают, что это действительно уже стопроцентный успех, но нет, тут-то начинается самое трудное. То же самое, как выходить грудного ребенка первые месяцы самые сложные, так и с рассадой. Обычно после пикировки рассада томатов уже намного реже подвергается такому распространенному заболеванию, как черная ножка. Но пока сеянцы маленькие и беззащитные, требуется повышенное внимание к условиям содержания рассады. Правильный полив, это то, о чем я говорю всегда-всегда. Вот сейчас я рыхлила, и вам расскажу я, что вместо полива, когда очень хочется поливать, я подхожу и лучше один раз прорыхлю. Ой, опять ногти грязные, извиняюсь, землей работала. Многие жалуются, что семена дружно взошли, но через месяц растения начинают погибать. Вот это уже происходит, сейчас комментарии уже идут. Учитывая, что просто так рассада никогда не погибает, можно сделать вывод о том, что были нарушены условия ее содержания. Самой распространенной причиной гибели молодых семенцев является нарушение режима полива. Чаще всего чрезмерное переувлажнение. В первые дни жизни сеянцам нужно минимальное количество жидкости. Поливы должны быть очень осторожными и редкими. Если вы поливаете правильно и не переливаете, то грунт сохраняет свою пористую структуру, обеспечивает доступ воздуха к корневой системе рассады. И наоборот, при избыточном переувлажнении, когда грунт в лотке постоянно сырой, неизбежно возникает недостаток воздуха. Это очень негативно влияет на развитие семенцев, корневая система замедляет свой рост, рассада приостанавливается в развитии, даже погибает. Обычно в таких неблагоприятных условиях начинают развиваться различные заболевания. Корневые гнили, черная ножка, первый месяц от всходов до пикировки. Будьте очень осторожны с поливами, берегите всходы, не разводите сырости в лотках. Грунт должен быть слегка увлажненным. Я поливаю всходы раз в неделю по воскресеньям. Но график полива у каждого свой, он зависит от температуры в помещении. Если лоток стоит в прохладном месте, поливать можно даже раз в 10 дней. То есть, если у вас холодно, еще осторожнее нужно быть. Холод и переувлажнение, прямая дорога к заболеваниям и гибели молодой рассады. Дальше рубрика, это про полив мы, теперь профилактика болезней. Чтобы поддержать нежные сеянцы, уберечь их от различных заболеваний, я никогда не поливаю посевы простой водой. Только обеззараживающим раствором. Это может быть слабый раствор марганцовки, чуть розовый. Или раствор фитоспорина. Развожу на глаз так, чтобы получился цвет чайной заварки. Или раствор привикура. То есть, любое средство, убивающее грибные споры. Я поступаю так со своей рассадой не только в первый месяц жизни. Поддержка нужна всем ранним посевам, которые долго выращиваются без солнца в искусственных условиях. Прекращаю поддержку только тогда, когда начинаю выносить рассаду на солнце. Хотя бы на 2-3 часа в день. Как только посевы начинают получать солнечные ванны, их можно уже не обеззараживать. Это сделает за нас солнце. И вот тут снимок прошлогодней рассады, который как копия вот этого моего снимка. Только там чуть-чуть позже сделано. Вот моя рассада. Сейчас я вам скажу. Кто смотрит в этом году все мои видео, они видят. У меня грунт почти всегда сухой. Редко вы когда увидите, чтобы у меня было здесь влажно. И вот я еще раз повторю, когда мне очень хочется полить и кажется, что им нужен полив, но мало им воды, я подхожу, чтобы какой-то уход им сделать и немножко еще раз прорыхлю. Как везде пишут, 2 рыхления заменяют 1 полив. Это им намного лучше, чем вы их польете. И смотрите, растения у меня всегда, да, забыла сказать, при таком вот выращивании, конечно, они намного меньше, чем у других. Вот кто сеял со мной в один день, они все говорят, ой, а у меня такие вымахали огромные, а почему у вас такие маленькие? Но опять же потому, что я их предохраняю от сырости. Как вот говорят люди, они же водохлебы. Если бы я их поливала в волю, они бы пили и пили и росли. Они были бы уже вот такие. Да, они маленькие, но они зато крепенькие, здоровенькие. Они не падают и их никогда не посечет черная ножка, потому что я не позволяю ей здесь, ну как, не создаю условия для нее. Она никогда не заведется в сухом грунте. И вот это очень важно. Если вы получили, слава богу, дружные всходы, все у вас хорошо взошло, первый месяц будьте осторожны. Не повредите, не навредите им, лучше подходите как можно реже. Я знаю, что тянет охота позаниматься, охота поухаживать. Возьмите себя в руки и ждите, как вот всегда написано, чтобы верхний слой грунта был полностью сухим. Если вы чувствуете, вот так вот я начала рыхлить, смотрю, а там чуть-чуть влажно еще отхожу. Мне тоже хочется за ними поухаживать, тоже хочется их полить, но я смотрю, что грунт немного влажноватый. И если вы будете себя держать в руках, лишний раз не поливать их, прорыхливать возможно, но можно сбрызнуть. Вот у меня тоже сухой воздух, и им влажности можно было бы побольше дать, но я и влажности не даю. Все это исправится потом, когда буду выносить на солнце. Там изменится режим полива. Как поливать, когда она стоит на солнце, например, там в теплице или на балконе на солнце. Я расскажу. Там, конечно, поливать мы будем уже больше, но там будет солнце, дезинфектор. Оно будет выжигать всю заразу. А пока что, вот вам совет еще один, чтобы не падала рассада, чтобы не было ничего, следите. Первый месяц самое главное, выдерживайте режим полива. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это вот мой такой совет, не совет, или предостережение, или прям наказ. Если другие советы, я говорю, что хотите, пользуйтесь этим советом. Хотите, нет, можете делать так, а можете делать не так. Тут я категорично, нужно полив сокращать, вернее, делать умеренный. И ни в коем случае нельзя делать по-другому. То есть молодую рассаду, у которой потребление воды вот минимальное, ей надо там капельку водички. Не поливайте сильно. Это будет залог успеха получения здоровой рассады. Все.